Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Меня это удивило и просто шокировало в определенной степени. Данила Козловский, актер, сыграл с Чулпан Хаматовой в Великобритании. Деньги собирают для детей. Ну, естественно, для кого еще? Хаматова и здесь собрала хорошо для детей, поэтому, как писали СМИ, у нее там чуть ли не за 400 тысяч евро. Как писали СМИ. Домик какой-то экологической деревни. Да, друзья, и вот Козловский. Довольно интересный персонаж с точки зрения того, что вы знаете, что Виталий Николаевич Бородин с ним судился, значит, проиграл в первой инстанции и он пытался доказать, что Козловский уехал в Америку и, собственно говоря, после начала операции потом вернулся, чтобы зарабатывать здесь. Ну, Козловский утверждал, что нет, он играл, он приезжал, у него там дочь, он туда-сюда ездил. В итоге дошло до иска защиты чести и достоинства. Но судья допустила, вроде как, пишут СМИ, утверждает Виталий Николаевич, ошибку. Сейчас проводится проверка. И, возможно, решение это будет отменено. Вы знаете, друзья, как на этом фоне могло произойти такое, что ярый общественник, человек, который рискуя, да что там, здоровьем, жизнью просто рискуя и бодаясь со всеми этими людьми, у которых и связи, и деньги. Виталий Николаевич Бородин пишет запросы в соответствующие правоохранительные органы, получает ответы, доводит дело до конца. Вы знаете, вот Козловский, пожалуйста, играет вместе с Чулпан Хаматовой, друзья. Выйти на сцену для меня лично с Чулпан Хаматовой, для гражданина России, это все, это запятнать себя навсегда. Потому что то, что она наговорила о нашей стране, это просто немыслимо. То, как она поступила, это просто немыслимо. Поэтому человек, который планирует хоть как-то, с моей точки зрения, деятельность свою в России, он просто в принципе бы никогда не вышел, мне кажется, на одну сцену с Чулпан Хаматовой. В данном случае либо Козловский понимает, что работе в России конец, и он идет на это, либо он имеет каких-то покровителей в высоких кабинетах, которые позволят ему и там играть, и здесь, что называется. Но я думаю, что люди в России должны сделать однозначный вывод в отношении этого человека. Потому что, вы знаете, я тоже не до конца мог разобраться. Приезжал, он уезжал, я знаю, что у него дочь в Америке. Я знаю, что он уехал, долго вроде его не было. Но вот этим поступком для меня он делает понятным все. Потому что выйти на одной сцене с Чулпан Хаматовой, ну, я еще раз говорю, актеры люди такие, понимаете, они не будут, с моей точки зрения, объединяться в какой-то спектакль без объединения какой-то в голове в первую очередь. Поэтому я все-таки надеюсь на то, что и люди, которые принимают соответствующие решения, обратят внимание на это. И, собственно говоря, Виталий Николаевич, который вступил в схватку с Козловским, в данном случае получит от общества поддержку всецело на фоне просто игры Козловского с Чулпан Хаматовой. Ну, это же просто вообще уж. Это фантастика какая-то. И какие-то фильмы с ним продолжают выходить. И деньги, и какое-то звание вроде даже у него есть. Это поражает воображение, конечно. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Если вы талантливый человек, предприниматель, бизнесмен и не хотите, чтобы мимо вас проходили десятки тысяч новых ваших потенциальных клиентов, обратитесь к сайту канала Будда Гришна.ком. Там для вас эксклюзивное предложение. И подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна Новость. Успехов, здоровья, всем пока. До встречи.